Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы на канале Молодая Ферма. Сегодня наш видеоролик будет посвящен пуговке. Это наша коза, порода марсиана гранадина. У нас неприятности. Ой, Даша, рассказывай. Ждали моего кота от пуговки. В ближайшее время у нее уже начало наливаться вымя. Она была такая прям очень сильно пузатая, но в какой-то момент живот спал. Дымечка потихонечку набиралась, как говорится, ничего не предвещало беды. Вчера вечером она себя начала очень странно вести. Постоянно мекала, переживала, не тужилась еще, только вот нервничала очень. Вечером она уже как-то начала кряхтеть, что ли, как будто потуги начались. Я просыпалась ночью в 3 утра, бегала ее, проверяла в 10 вечера и также в 6 утра. Мы уже проснулись сегодня пораньше. Пришли, она уже вот прям конкретно тужилась. И вот это продолжалось у нас с 6 утра до часу дня. Мы не понимали, почему такое вымя небольшое, потому что пуговка у нас первокоткой должна быть. Когда Фиона первый раз скатилась, у нее было очень большое вымя, то есть раза в 3 больше, чем у пуговки. Поэтому мы не ожидали и не ждали, а кот так рано. Ну, получилось, что она у нас абортировала. Принесла маленькую козочку, неживую, так скажем, не до конца развитую, такую небольшую. Вот, и позвонили сейчас ветеринарному врачу, спросили, какие наши дальнейшие действия, потому что у нас такой ситуации в хозяйстве ни разу не было. Мы не знаем, что, из-за чего так вообще все это произошло. Вроде у нас не групповое содержание, ее никто не мог там ни обидеть, ни толкнуть. Все мы контролировали, хорошо кормили. Вот так получилось, поэтому наши дальнейшие действия – это доить пуговку, раздаивать и следить, чтобы вышел последний. Ну, и наблюдать. Сказали, что должно быть все хорошо, сильно не расстраиваться по этому поводу. У первого коток всякое бывает. Главное сейчас раздой для нас. Вот одну долю сдаила, тут 300 миллилитров получилось, сейчас буду вторую. Ну, что? Ничего не сделаешь. Пытаемся сильно не расстраиваться. У нас есть двое детишек от Фионы, мальчик и девочка. Грустно, да? Да. В сельском хозяйстве бывает по-разному. И слишком радостно, и слишком грустно. Ну что, не вешаем нос. Будем раздаивать нашу пуговку. Держать вас в курсе. Все рассказывать. Как у нас будут идти дела с раздоем. Надеемся, что все хорошо. Ну так, позвонили нашей подружке козовода. Она сказала, девочки. А у всех бывает такое? Говорит, обязательно раздоите. Обязательно, говорит, выйдет чуть ли не в 90% у доя, как ваша Фиона в первый окот. Подоили всех коров, Фиону, и приступили к дойке нашей пуговки. Как уже рассказывали ранее, у пуговки был выкидыш. Один ребенок, и сейчас еще один. Но уже более маленький. Как нам сказали, так мы и делаем. Доим вечером. И будем доить вечер-утро. Слава Богу, что молоко есть. Конечно, не так его много, как хотелось бы. Но это уже радует. Потому что бывают случаи, что молока может не быть. Слава Богу, что у пуговки отличный аппетит. Она хорошо ест и комбикорм, и сено, и веник мы ей принесли. Водица много пьет. Так что ожидаем, что выйдет послед. Мама, скажи свои слова. Ой, все впечалены. Такой денек у нас не очень хороший. Ну, что делать уже? Мы на это уже повлиять не можем. Почему так произошло, никто не знает. И мы тоже не понимаем, почему так произошло. Козла мы не выпускали. Они у нас вдвоем с пуговкой, с пионой гуляют. Что могу спровоцировать, так и не поняли. Видите, у нее первый окот, да? Но два было плода. Один полностью сформировался. А вот второй плод был не сформированный. Как зародыш, да? Первый чуть поменьше был, чем вот обычные козлята, да, рождаются. А второй совсем маленький. Ну, как зародыш, да, неразвитый. Ну, вот, как бы послед вышел до конца. Чтобы быть спокойным. Ну, пока не кололи мы ничего, никаких уколов. Пуговка, давай. Ну, вот такие хорошие, жвачку жует. Ой, ну, надеемся, что все своим чередом выйдет. Ну, настроение у нее хорошее. Кушает она добротно, да? А там сосватаем. Пуговка. Тебе, может, тот не понравился жених? Я шоколадного заказывала, девочки. Маленькая моя. Тебе, моя маленькая. Мы как лучше хотим делать. Стой, стой, стой. Маленькая моя. Маленькая моя. Смотри, розка, смотри. Как много приливает. О, из того, что... Маленькая моя. Ч-ч-ч-ч-ч. Маленькая моя. На первокопе у нее очень высокий коз. Маленькая моя. Папа небольшой. Такой же маленький. Вот у нее двойня была. Обычно они первым оплатом одного приносят. Вот ее мама. Она принесла одну везет. Маленькая моя. Маленькая моя. Маленькая моя. Мама пошла провожать ветеринарного врача, гостинцев, собрать ей в дорогу. Завела коровок домой. Все напали на кипы. На сено, которое привезли. Пуговки назначили лечение. Об этом я тоже расскажу. Вот. А сейчас у меня будет вечерняя дойка. Ну что, девочки, как сено? Мы сегодня с мамой целый рулон сена прикатили к коровам в поле с ангара. Да не ели целый день. Они все равно пришли и напали на сено, как будто голодные стояли. Но это же сено другое, скажем так, и они пробовали. Ну что, будем мы дариться. Приехал врач. Чистил матку. Достал послед. Назначили нам лечение. Будем его придерживаться. Сказала, что должно быть все хорошо. Пуговка хорошо кушать. Сейчас у меня ужин был. Комбикорм ела. Потом, скорее всего, будет самочувствие плохое, то делать будем УЗИ. Ну, в общем, итог такой. Пуговка стоически вынесла процедуру. Отделение последов вручную. Мы даже, вот честно говоря, удивились. Да, такое. Прям стояла и терпела. Потому что, если бы, конечно, она захотела, она бы прыгала, носилась, дергалась. Оно вот стояло. Наташа ее немножко придерживала, но, в принципе, пуговка не брыкалась особо. Да, как будто вот понимает, что это для нее делает. Да, пуговка. Ну, тут жвачку живет, деловая. Да. Кстати, о ветеринарном враче. Помните, мы рассказывали, что однажды у нас после отела Буси себя очень плохо чувствовала. Ну, вплоть до чуть-чуть до летального исхода была. И вот Зина, это кто сегодня к нам приезжал, она вот, мы считаем, что спасла нам Бусю, потому что и капельницы, и чего у нас только не было. И вот в этот раз приехала к нам на помощь с пуговкой. Да, ты скажи, что Зина тогда была на седьмом месяце беременности, а Буся у нас вообще просто валялась. То она валялась, то у нее посыпались откуда-то силы, она начинала скакать. В общем, не знаю, как она нас по очереди всех не убила. Когда она приходила в такую вот, не знаю, откуда у нее силы брались, она лежала как труп, то вообще как будто как монстр какой-то становилась и прыгала по коровнику. Как паническая тайна. Да, да. Ну, мы приходилось капельницы делать. Конечно, Зиня, благодарность от нас. Ну да, в принципе, она нам Бусю спасла, да, что там говорить. Да, правильно назначила лечение, все оперативно. Тогда мы сдавали анализы, анализы быстро пришли, да, и вот по показаниям, по анализам уже было назначено лечение, и прямо вот она первые дни, самые тяжелые, приезжала, ставила там капельницы, потом уже, когда Буси похорошела, ну уж тут сами потом, и поначалу, да, вот эти вот первые дни, самые такие тяжелые. Полез у нее послеродовой был. Такой тяжелый очень, в такой тяжелой форме. Я помню, когда Зина приехала, ну вот, приехал ветеринар, я так и говорю, Зина, ну вообще она жить будет? Я думаю, ну вот сейчас там, знаете, все и хорошо будет. Нет, случай у нас был вообще такой тяжелый, можно сказать, практически. Ну не, не запущенный, но тяжелый. Ты что, уже все сдавила, да? Она после анализов, я помню, как кровь пришла, она сказала, что там пациентов, у нас 20, наверное, есть на воздоровление, что по анализам было крайне все плохо. И мы вот в тот момент уже испугались. Потому что, ну она что тогда, просто не ела? лежала. Ну, мы доили ее, она тут бодренькая была. А вот после, когда она у нас легла, и уже вставать не могла, это, конечно, было страшно. Так, пуговица там идет у нас. Да, нужно не допускать такого, нужно делать профилактику. С особенно высокопродуктивным коровам такое не пойдет. Ну вот это вот, как говорится, да, как у нас на всю жизнь это не получилось. Поэтому у нас сейчас, что вот это все, все направлено на то, чтобы этого не допустить. Профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Потому что я такого пережить второй раз не хочу совершенно. Ну, если видите, что животное плохо себя чувствует, то он сразу бит колокола. Да, потому что мы позвонили вот предыдущему хозяину, бусинному говорим, вот у нас корова не встала. Он говорит, ну вы понаблюдайте. Не встала, есть не встала. Да, есть не встала, да. Он говорит, вы понаблюдайте. Вот это что-то мне не понравилось, наблюдение. И вот хорошо, что Зина смогла сразу же приехать к нам. Вот, а если бы мы еще понаблюдали, то мы потом просто бы еще бы потеряли. Поэтому мы с пуговкой тоже сразу начали звонить. Да, и вообще вот первые наши животные, да, косяков, конечно, у нас было. Ну, мы сначала начинаем обзванивать знакомых, да, там, читать в интернете. Ну, вот сейчас я пришла к такому, что не надо обзванивать знакомых, читать в интернете. Нужно найти грамотного, квалифицированного врача, довериться этому врачу и обращаться к нему. Потому что, ну, что говорить, случаи бывают разные. А одному помогло, да, а второму может не помочь в такой ситуации. Поэтому самолечением лучше не заниматься. Ну, вот я говорю про нас, Дашей, про наш опыт. Ах, это как красоточка. Ну, давай поправляйся, девочка. Из хороших новостей. Ну, давай. Все о грустном, да, о грустном. Я уговорила маму, колочку мы оставим себе. Ну, после такого-то, да, я думаю, что, конечно, надо оставлять. А за козырька сегодня прислали предоплату. На днях его должны будет собрать новые хозяева. Ага. Хорошие новости тоже есть. А еще у нас хорошая новость, приведи сено. Такого хорошего качества, да? А, я показывала, что девочки едят. У нас сегодня такой продуктивный денечек, воскресенье. Я не поехала на учебу. Я не поехала на работу. Я съездила на лесопилку, привезла опилок, начала убираться, убралась только в главном курятнике. Тут же приехали с сеном. Мы его разгружали. Долго. Я думала, что быстрее. Потом мы с мамой только успели поужинать. Чай не допили, и приехала Зина. И мы побежали лечить нашу пуговку. Все у нас прям подряд. Мама пошла провожать Зину, я прибежала доить коров. Завела коров. Ну и вот у нас вечерняя только закончилась. Пойдем отдыхать. Завтра на учебу. Завтра предстоит еще много дел. А ты что такая грустная? Слушай, я какая-то летающая в облаках. Почему? Не знаю, только вспоминаю. Ну, какой продуктивный денечек получился. Да, у меня, кстати, молоко непереработанное осталось. Мама занималась, тоже не бездельничала. Убирала ангары, готовила для складирования сена. Так как у нас все барахло из сарая, прямым ходом переехала в ангар. Маме пришлось там, конечно, разбираться. А у меня из не сделанных, я не успела два маленьких курятника убрать. Ой, я еще Даша чеснок не посадила. Ну, а у нас уже подмораживает вот сейчас. В этом плюсовая температура днем и ночи. Ну, ладно, посадим еще. Какие там наши годы? Пуговка одного родила, мертвого мы убрали. Прошло, наверное, часа сколько? Пять часов. плов. опять пошел плод, вот такой несформированный. И этот плод вышел и висел на поповине. Мы не дергали, ничего не смотрели, не трогали его. То есть думали, что под тяжестью вот этого несформированного плода выйдет и послед. Но послед не вышел. и плод так и продолжал висеть на поповине. И это было всю ночь. Вот с утра мы уже позвонили ветеринару. Она не смогла приехать с утра, потому что у нее были операции. И только к шести часам приехала и вот провела вручное отделение последа. Весь рассказ полностью. С последом надо, конечно, отследить обязательно. Еще она сказала, что у нас два последа. я доотделила. Так как первый ребенок был без последовий. Соответственно, два последа. Ну, чего? Все хорошо у нас теперь? Свой жених. Она говорит, я не хотела рогатого, мне вообще-таки не нравится. Я шоколадного заказывала. Вы вообще слушали, кого везти? Да? Пуговка. Ничего, ничего, у тебя там такой кавалер. Вообще шикарный. Да. Такая новоображуля. Угу. Самое главное, что живая, здоровая и хорошо себя чувствует. На больную это не похоже совсем. Да. Больной пяти-тройной. Угу. Еще дерется с одной миской комбикором, а не кушать. Так она бомб, вроде рожек нет, но все равно так и норовить толкнуть Фиону. Про тебя рассказываю. Слушай, вот завели коров, да, и козы сразу успокоились, конечно, вообще. Потому что они привыкли, что особенно Фиона. Фиона же у нас только с коровками была, сначала же одна коза, она привыкла, что корова это ее стадо. Да, вот сейчас их не выпускаем на улицу, потому что похолодало. Ну и в связи с этой ситуацией они дома у нас сидели два дня. Ну, вот это вот нервничают они. Ну, потому что привыкли, привыкли, что все время вместе, гулять вместе, домой вместе, а тут коровы уходят, они дома сидят и давай горлопаем. А почему мой дом наше стадо ушло? Прошло два дня после приезда нашего ветеринара. Нам назначено лечение. Мы все исправно исполняем. Хотела рассказать, что мы делаем. Колем окситоцин в нашей пуговке каждые 12 часов. Всего надо сделать 4 укола по 0,6 миллилитров. Окситоцин покупала в человеческой аптеке, хранится он в холодильнике. Даши, дай я буду показывать, даже пока. Также вводим ей таблетки йодопен. 4 таблетки надо сделать один раз в день во время обеда у нас. По одной таблетке в день. Йодопен покупала в ветеринарной аптеке. Вводим вовнутри матку. Также прописали нам антибиотики софтриаксон тоже покупали в человеческой аптеке на 5 миллилитров. Софтриаксон разводим на вокаин 0,5% ампулу и колем 4 кубика внутримышечно в течение 5 дней. Молоко не употребляем пищу. Аппетит у нее хороший. Сегодня первый день она ходила на прогулку. Матка чистится. Еще есть выделения. Небольшие такие. Надеемся, что в скором времени все у нас нормализуется. Доим два раза в день. Утром и вечером. Где-то литр молока за день она нам дает. Она раздой у нас. вроде суши адуется она отлично стоит. Вот Фиона брыкалась помешка домой начали доить. А вот пуговка стоит как вкупанная. Пойдем покажем. У нас сейчас после вечерней дойки. Ты там комбикорм подъедаешь. Фиона уже спать не была. Время позднее. Вы на часы смотрели? Пол десятого уже пуговка все налопала. Потому что пуговки мы сейчас делали уколы черные. не очень холод любит делать. На этом я буду с вами прощаться. Всем желаю крепкого здоровья. И также крепкого здоровья всем вашим подопечным. Всего доброго. До свидания. болейте. покажем вот этих наших. Давай забирай мою штуку. кто дерется то? А что ты меня продала то? А что молодец корнеджетк? Пиуу.